Дубовая роща. Иван Иванович Шишкин, 1887 год. На картине «Дубовая роща» изображен яркий солнечный день в дубовом лесу. Мощные, развесистые, немые свидетели смены веков и поколений поражают своим великолепием. Тщательно прорисованные детали настолько приближают картину к естественности, что иногда забываешь о том, что этот лес написан маслом и в него нельзя войти. Озорные солнечные пятна на траве, освещенные кроны и стволы вековых дубов словно бы излучают тепло, пробуждая в душе воспоминания о жизнерадостном лете. Несмотря на то, что изображенные на картине дубы уже обзавелись сохшимися ветками, их стволы изогнулись, а кора в некоторых местах облупилась, кроны их по-прежнему зелены и пышны. И невольно задумываешься о том, что эти дубы будут способны простоять еще не одну сотню лет. Примечательно, что путь Шишкина от идеи написания дубовой рощи до первых мазков кисти в пейзаже составил три десятка лет. Именно столько времени понадобилось, чтобы у художника сформировалось видение этого монументального полотна, и это время было потрачено не зря. Картину «Дубовая роща» нередко называют самым лучшим произведением гениального художника.